Белые снежинки Лонгкан! Лонгкан! С серыми тучами небо затянуто, нервы гитарные... Давай, Саши! Давай, брат, до конца! Товарищи орки, я вас категорически приветствую на своём канале Злой Русский Орк за Донбасс Своим дядей Саша Великой Ужасной И ты мне уже скажешь Я не хочу, чтобы ты называл меня орком Короче, есть два варианта Я тебе поясняю Вариант первый Смириться, собраться тряпка Утереть сопли и смотреть, несмотря ни на что дальше, мои видео И как-то, ну не знаю, уши что ли затыкать, когда я называю тебя орком Вариант другой Для настоящих мразей Что-то думал, я скажу, людей не для настоящих мразей Отписаться от меня Забыть обо мне И зажечь то устройство, на котором ты меня когда-то смотрел Смотрел, смотрела, смотрелло По-моему, это фамилия такая Смотрелло Мразотто смотрелло Ну, нечто такое Из Италии Так, на чем мы с вами остановимся? А что эта музыка так Прерывается, я что-то не понял Это у меня в ушах, что ли, музыка Прерывается? Давненько, кстати, новых серий не было По приключениям Редвилыча Легендарного краснофлотца Кстати, наши краснофлотцы отбили у фашистов Новомихайловку Пусть чем я вас категорически Товарищи орки, поздравляю Мужественные, отважные, значит, наши морпехи Из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты И в результате почти трехмесячного противостояния Фашистов из Новомихайловки Вышвырнули Ура! Слава России, слава морской пехоте Куда музыка-то делась? А, вон она зарождается Так Ну, там еще я уже говорил Очеретина Практически полностью от фашистов зачищена Богдановка отбита Это за последние несколько дней Я, конечно, легко об этом так говорю Пусть меня товарищи воины простят Конечно, с дивана-то оно Легко говорится Они там свою кровь проливают, жизнь и отдают Да и вообще, даже если кровь не проливает И жизнь не отдают Это очень тяжелая работа Воевать с фашистами Тяжелая, трудная, опасная работа Так что, удачи нашим отважным воинам Работайте, братья Бейте фашистскую гадину Храни вас Бог Так, значит, что ты говоришь? 21 серию мы будем смотреть Ага, ну что там? Не орки Мы не такие, мы не орки Хэштык Мы не такие, мы не орки Все разбежались, да? Разбежались, я надеюсь Все А мы не орки-то разбежались По щелям Что-то там расховались Да? Ага А муха-цикотуха осталась Опять одна Опять одна Что-то, по-моему, куда-то не туда Да ладно, забей Так, по-моему, 13 апреля была Предыдущая серия Сегодня у нас 23-я А, еще вчера в честь дня рождения дедушки Ленина Башню этого, какого Излучения опасного Свина Свина опасного излучения в Харькове Заполовинили Я вас тоже с этим поздравляю Ну, там телебашню повалили Наши снайперы, летчики попали в нее ракетой Читал комментарии, значит, на различных ресурсах И все там ноют Ну, якобы, радеющие за Россию А я думаю, это просто новые формы с эпсотой Че так долго? Че нельзя было сразу? А че в других городах стоят? Слышите вы, клоуны диванные Ты думаешь, легко в такую башню попасть ракетой, которая летит почти со сверхзвуковой скоростью? Это очень сложная цель Она не на земле стоит Она вертикальная Если бы она была на земле Попасть в нее в разы проще А вот именно в башню В столбик в этакий Очень тяжело попасть На самом деле Так что молодцы наши летчики Наводчики Кто-то вообще принимал участие в этом ударе Что они в нее попали Это очень сложно Это практически хирургическая точность Завалить такую башню Да Хоть она так-то, конечно, вроде и не маленькая Если взять рулетку и померить Может даже несколько метров в диаметре намеришь Но один хрен Для таких стояний, таких скоростей На которых летит ракета Это все равно очень сложная и маленькая И труднопопадаемая цель Вот Так, значит А вообще всем тем, кому не нравится Как там воюют наши воины Какие решения наши военачальники принимают И так далее и тому подобное А что ты сидишь-то до сих пор? Ну пошел уже Если ты живешь в Воронеже Вот я, допустим, живу в Воронежской области Улица Фридриха и Энгельса Чешешь туда 53, кажется Или 35 Короче, там точно две цифры 5 и 3 Но я уже смотрел Потому что я уже присматриваю себе тоже Вот Там пункт отбора добровольцев Зона проведения спецопераций Пи-и-и В общем, иди, короче Вот Давай Отправляйся и показывай, как правильно Показывай уже, как правильно Какого хрена ты сидишь на диване Если ты знаешь, как правильно Вперед Помогать нашим воинам Хотя я более чем уверен, что вот эти вот Скулящие с дивана кондомы Будем использовать такое слово Кондомы Они, конечно, никуда не пойдут Да и вообще в основном эти Комментарии от Свиноцепсоты Я так думаю Они там уже новые тактики придумали Они теперь уже так это отчаянно Не скачут с кастрюлями А они такими притворяются Любителями нашей страны Но вот, дескать, что-то их еще немножечко не устраивает Всех, кого что-то не устроило Они вон Идут Кто считает, что Надо помогать Но не то, что не устроило Кто желает помогать армии И фронту Тот помогает Либо отправляются воевать Либо здесь Помогает Вот И не ноет нигде И не говорит, что кто-то что-то не так делает Они выбирают себе свой путь И идут по нему И Никого не осуждают И никому не лезут Ни с какими советами Делают свое дело И все Каждый на своем месте Все, что может Для фронта Для победы Понятно? Вот так-то Тебе не нравится, да? Что ты пришел смотреть компьютерную игру А тут какая-то политинформация Но это твои половые трудности Это не мои Ты ничего другого на моем канале Больше не увидишь Это я тебе точно обещаю Не, ну конечно Когда идет стрим-марафон Я не могу все 8 часов Об этом говорить Ха-ха-ха Естественно Ха-ха-ха Вот Ну в общем и целом Здесь теперь только так Здесь теперь только так Я самый Игровой Из всех политических И самый политический И сайт Сайт на политический Из всех игровых каналов И называюсь я теперь Не какой-то там Жук в муравейнике А злой русский орк За Донбасс И так я теперь буду называться Всегда Не, ну как Для человека смертного слова Всегда И слишком серьезно Ну до тех пор Пока меня либо не забанят Тут Либо пока мне не надоест Либо еще что-то Ну вариантов дальнейших событий Есть много развития Я не буду вам все рассказывать А то некоторые из вас Могут расстроиться Какие есть варианты Дальнейшего развития событий Ну их много на самом деле Так что это Название окончательное Коррекции Дальнейшей коррекции Оно не подлежит Ну по ряду причин Так, ладно Че ты тут уже Я не знаю Разогнал последнего зрителя Ха-ха-ха Погоди, погоди Вы считаете, что Видео редко выходит? Ха-ха-ха-ха-ха Ну дальше Они будут выходить Еще реже Вот А че ты смеешься Ну а че мне плакать что ли Я не знаю Так, 21 серия, да? А Ватсон есть? О, Ватсон есть! Так, 21 серия Самый правильный сталкер Рэду Илыч Легендарный краснофлотец А где он? Вот он Так, Ватсон Заводи Поехали В 21 серию Мы поедем И помчимся В 21 серию Ну что вам еще Интересного рассказать? Идет Шестая Седмица Шестая Неделя Великого Поста Я по-прежнему Значит Соблюдаю его Гастрономическую часть Остальные части Не очень соблюдаю Ну потому что там Не гневаться, не ругаться Вообще не волноваться Не следует Если так сказать Его по полной соблюдать А я конечно Иногда и словцо Могу крепко вернуть И все такое Я естественно борюсь с собой Ну вот Самый простой для меня Для меня самый простой Оказалось Как это ни странно Гастрономическая часть То есть Не есть мясо Рыбу А сыры Ну все молочно Естественно Можно по выходным Кушать пищу Приготовленную Растительном масле Но я что-то Две недели покушал Два-два-два-два Двое выходных А потом мне что-то Лень стало Вот понимаешь Мне стало лень Покупать там Что-то готовить себе Ну я там себе Шампиньоны тушил Мне стало лень Наготавливать Опять же Надо за два дня Это успеть сожрать А я поскольку Я так понял Ей стал намного меньше Мне и требуется Стало меньше Вот это то что я Наготовляю на выходные Мне что-то многовато Я решил пока Отказаться От этой практики Кстати Вот сейчас Эта неделя Она закончится Живерным воскресеньем Или как это называется У православных Вход в Господень В Иерусалим Вот Можно тоже В воскресенье Есть рыбу А в субботу Будет лазарево Суббота Можно есть икру Я сначала Там говорил Я сейчас куплю Комбалу Туда-сюда В первый день Нажарю икру Потом буду рыбу Что-то я решил отказаться От этого Не хочу Всю эту суету Наводить Опять же Мне все это надо будет За выходные съесть Точнее как Только за воскресенье Это надо съесть Ну короче Не хочу Овсянка Кстати овсянка Кончилась в магните Ты представляешь Ольга Пойду сейчас Запишу это видео В другой магнит Который чуть подальше Мой магнит Напротив нет овсянки Твою ж дивизия Моя любимая овсянка Моя любимая Овсянка на пятом этаже Кончилась Слушай Как здесь все красиво Так ладно Нет овсянки Ты представляешь Пойду в другой магнит Ну если в магнит Не будет Пойду в другие магазины Ну я овсянку Конечно найду Я короче Ем овсянку И фунчозу Все Моя еда Угу А еще я Вчера был на огороде Сажал с матерью лук Мы вчера сажали Ну и теперь отчаянный огородник Ну да Чего надо матери помогать В общем я и с огородом помогаю Так-то она с батей Царь его небес Они там копошились Но Теперь я Теперь я копошусь там с ней Лук мы вчера сажали Я там себе накопал Лука Который из-под зимы взошел Который ну был упавший Когда убирали Не нашли Специально посаженный И чесночка тоже еще немножко И вот сегодня еще нажрался Лук с чесноком с хлебом Вот такая У меня не сложная еда Ну я конечно веду не сильно активный образ жизни Хотя А с другой стороны Вчера был активный Я там и огородик копал А еще я вчера обрезал черешни И Абрикос Но абрикос не зацвел в этом году Поэтому я его обрезал Ничего страшного Что я его обрезал сейчас Вообще конечно лучше обрезать по осени Но можно и сейчас Я варом там все замазал Нашел там у бати вар Садовый замазал вместо среза варом А черешни потому что уже отцвела И там сейчас начинает наливаться Батя жалел эти нижние ветки Я ему говорил Батя пили их Пили их Пили их Ну глянь они как гнутся и ломаются Ну дерево чуть ли не пополам там рвется из-за этого Потому что очень много на черешни ягод высыпает Он их жалел Я естественно их не пожалел Я их срезал Сразу Да они прям уже с подпорками С такими там рогатинами А они такие нижние толстые получились ветки Ну мучают они дерево Мучают они дерево Даже соседская чучела приперлась Начала спрашивать у меня Почему чучела Ну он раньше бухал Он по-моему Ну пацан по-моему Года на два меня младше По-моему сейчас был трезвый А может и пьян То есть не сейчас и вчера Начал что-то Ну говорит так как будто пьян А зачем ты пилишь Я говорю Ну что ты не видишь Все ломается Вообще конечно бы Ну еще раз придет Я ему скажу Куда ему надо идти Этому товарищу Конечно вроде как соседи Ну а что Он меня два раза спросил Нет я ему не так скажу Я ему скажу Если ты не помнишь Товарищ Я тебе объяснил Такого хрена ты вообще спрашиваешь Зачем Дурачок что ли Зачем Зачем Понажрутся И потом уходит Зачем Это неправильно Неправильно Иди отсюда Пили свои деревья Ведь там тоже есть Или не пили Мне О медведь Ольга Медведь Пошли на медведя Охотиться Так что-то я вообще Забыл вообще Про что Что вообще происходит Так ружье Ружье куратора Да А в нем есть Патроны Есть Слушай а как ты думаешь Можно в медведя Прямо отсюда попасть Прямо отсюда Шурик Да хватит Ты что Ну а что Да блин Такое расстояние Ты хрен попадешь В него А давай пробовать Попал ты Гля Фига себе Какая винтовка Точная Это какой же по счету У нас медведь Будет убитый Убитых медведей Всего лишь Восьмой А так они мне На сталкере же не нужны Ну да Ну да Точно А вы не помните Я вообще Собирался Отсюда уже Уходить Или как Вы не помните Да Не помните Так что рыбу Не будем Тем более Скоро у Пашки День рождения Я ему там буду Наверное Мясо жарить Да Восемнадцать лет Ему Да Восемнадцать лет Пашке Скоро Будет В конце апреля Вот Я там и так Нажарюсь И еще и тогда Ему Ну мне правда Тогда еще нельзя Будет Не есть Не пить Мне есть пить Только после Пятого мая Можно Мясо И водки И все такое О медведь бежит Так что не хочу Еще с этой рыбой возиться Я потом Нажарю Просто Почему не хочу Ну потому что Я вроде как Есть могу Только день Понимаешь Я вот в прошлый раз Ольга Нажарил Значит С кумбрией Макрели С комбалой Комбалу Светлана Сергеевна Пожрала Ну ладно Не пожрала Как ты так Про женщину Говоришь Пожрала Хорошо покушала Налакомилась А с кумбрией Она не очень любит И дети Не захотели С кумбрию И она вот там В холодильнике Я ее несколько дней назад Она абсолютно нормальная была Ничего с ней страшного Не случилось Хоть она и полежала Но есть уже Все ее отказались Ну а ждать конечно Еще неделю Это уже Это уже слишком Я уже овсянки поел Вы помните Да В общем Я ее кошке отдал Абсолютно хорошую Отличную с кумбрию Никто ее есть не захотел Поэтому я не хочу Нажаривать Я сейчас нажарю Они Жрать такие Паразиты Не будут А мне нельзя Вроде как Да Поэтому вот как Кончится Мой этот пост Вот тогда я буду Все и жарить И это Тогда Тогда я сам Все поем А то понимаешь ли От изобилия Все изнемогают Скумбрию Жареную На костре Жареную На сковородочке На улице На раскаленном масле Там такая вкуснятина Они не едят Эх вы Люди Люди Как говорится Голода вы не знали Но с другой стороны Не надо вам узнать Голод это Очень-очень-очень Страшно Это так же страшно Как война Может даже еще Страшнее Потому как Война может Быстро От тебя От голода Будешь долго Мучиться Да Так что Не знаете Горется и не надо Но в общем Жарить я пока Не хочу ничего Вот на день рождения Можно там Нажать Потому что друзья К Пашке придут Все дела Там они все поедят А так Что-то я отвлекся Да Что-то Какое-то Нерабочее У нас с тобой Состояние Так Что у нас С одежной Состояние Бруки Так А что тут у нас Ткани Желудя Где-то я набрал Че я их набрал Зачем я их набрал Хорошенький вопрос Зачем я их набрал А тут желудя есть Тут желудей нету Да Там еще медведь У тебя кстати Где-то бегает А точно У меня еще где-то Кстати бегает Медведь Ну тогда воду Воды много не бывает Забыл что ли что Валер Валерыч Наш говорит Валер Валерыч Говорит И показывает Что воды Много не бывает Ладно Ну насколько я помню Потом я хотел Пойти Куда Да куда Куда Ну потом я наверное Хотел пойти В бледную бухту Все таки Собирался Да Ладно Пойдешь В свою бледную бухту А что желудя Может большой В большой соберем Так В большой 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 Да Давай В большой Соберем Я вообще Не знаю Где И зачем Их накопал Ну где Накопал Больше нет Какие-то Зависания Звука Происходит Что вообще Такое Она сегодня Зависает Она как-то Криво Запустилась Лепешки Пироги Так Ладно Все Спать негде Лепешки Пироги Все Заставил Тут Это точно Так А что мы будем есть Мандрагору Найн Так Зимние штаны Нет Штаны мы зимние Есть Не будем О Так будем Чипсы Чипсы с кетчупом Будем Нет Ну давай Еду и самолет Съедим Что на него смотреть Тогда давай Еще вот это Съедим Чтобы она Тут Ну не мешалась Что ли Я не знаю Что он тут Мешается Там случайно На просушку Ничего не надо На просушку Случайно Ничего не надо На прослушку Ни на прослушку Ни на просушку Ни на что Не надо Слушай А вдруг Медведь Не сдохнет Давай подождем А то когда спишь Он может не помереть Какой там был Медведь Семь был У Кокошинов Да Так Убитых медведей Слушай А он не сдох Ай да фиг с ним Ну ладно Что делать Что ж Я в него просто так стрелял Ну значит просто так Ай-яй-яй Просто так стрелял В медведя Нехорошо Слушай Да Слушай Нехорошо Так А я же начал Сигнал войд Проходить Ну да Ты же вообще Ты с аэродрома начинал Насколько я помню Так Я вообще с аэродрома начинал Да Угу Отследите сигнал В отродной долине Отремонтируйте передатчик В городке Ремонтируйте В одинокой топе А в одинокой топе В городке Я не ремонтировал Да То есть это в мелтоне Надо ремонтировать Ну это я пока не собираюсь Сделать Не собираешься пока Ммм Что там медведь сдох Не знаю Не знаю Убитых медведей Сдох Как не странно Вот ты поразит Так слушай У меня кастрюля Это моя кастрюля Слушай А что делать Чурик Брать Какая-то Сковородку Сковородку Брать Не Сковородку точно не брать Вот точно не брать Сковородку Нафига же мне сковородка Нафига ж козе баян Так Значит Со сковородочку Не брать Не Сковородочку не брать Это я тебе точно говорю Ладно Тогда Собираемся 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 А писать будем Записочки Записочки А они вообще тут есть 58 день Если вы читаете эту записку Вероятнее всего Вы забыли В каких бункерах Уже побывали Вы пип-пип Типа Мат были в одинокой топе Там пустой В загадке тоже пустой 62 день Пробежал Пога Так Сеотрад Бункер полный Много всего в нем Так В отвратке Логово рыболова Кожура Лося Нож Топор Два красного инструмента Так Бункер в пепельном гальюне Пустой Совсем Бункер В оплакообразной горе Пуст Снова Приходит грусть Не о том Пустой паровоз Не стучите в люк сверху Короче Нету ничего Так Погоди Сколько я бункеров проверил Загадка топ В отвратке полный Три бункера Загибает пальцы Так Потом Пустой Пустой в пепелке Пустой на волчьей горе Пять бункеров я проверил Да Так правильно получается Осталось четыре И два из них полных Так Бункеры у меня остались В Милтоне В черном камне Где еще Не помню Милтон Черный камень Наверное Долина Отрадная И Где-то еще А где же еще Блин А точно Они шесть бункеров Так Еще раз почитаю Так Одинокая топ Загадка Пустые В прибрежке Там нету Так В отвратке Бункер полный Потом В пепелке Пустой И на волчьей горе Пустой Это того У нас получается Пять бункеров Я проверил Так Значит у нас Милтон Долина Тихой реки Черный камень А где еще Бункер Не помню А Бледная бухта Все Бледная бухта Так Ну вот это Надо все забирать Потому что Это все участвует В программе Доступное жилье Да Вот это тоже Это тоже В программе Доступное жилье Так Ты не будешь Писать Что ты здесь Все это Оставил Не Не буду Так Это я заберу Револьверы Ольга сказала Забирать все Так Ну факелы Красные Придется оставить Патроны Будем забирать Все Шприц Так Факельная Ракета Точильный камень Точильный камень Точильный камень Так Что там Наконечники Наконечники Со мной идут Так Далее Топор Нет Штаны Новые Зимние Нет Нет Пусть здесь Лежит Так Куртка летчика Нет Инструмент Красный Нет Так Кленовый сироп Ты его весь решил унести Да Сироп весь Унесем Будем надрываться Но Уносить Так Это мы все Тут бросим Пусть тут стоит Да погоди Я еще пока Не 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 Сильно Нагрузился Да Дэдэдэдэ Что грузите Да Ничего не грузим Мы сейчас Смотри Знаем Сделаем Как полегче Мы вот так Вот Шпок Нарядимся Вот Теперь Воду Все Разумеется Выкинуть Ой Да что ж ты муку взял Тут нет Ничего Блин Напишем Что здесь Сковородка Оставлена Факелы Синие Термос Урмас Термас Так Это забираем Шиповника Вот так Капец Сколько тут Шиповника Бильза Заберем Так Береза Береза Откуда Столк берез Я не понимаю Шурик Я тоже не знаю Я тоже не знаю Даже фильтр есть Да ну его нафиг Шиповника Гляскока Свитера Какие Я все это брать Не буду Я только напишу Я только напишу Что я А вот это ружье Будешь брать Да нет Это я не могу брать Ну куда мне уже Мне не лезет Лучий Не лезет Вообще Тут пироги Давай напишем Что мы напишем Мы напишем День 103 Так Пишем Писатель Гудвин Был творцом строки Со стажем В 103 день К несчастью Все его друзья Перепились Там не перепились Там перепились Перевелись У меня перепились Но лишь Я стал его Любимым персонажем Как у меня Проблемы в жизни Начались Отличная песня Я знаю Может не благодарить Не аплодировать Так 103 день Норк Дрых Диспансер А там ещё медведь где-то убитый Что это такое? Ну может хватит? Очень Всего много Есть Соковорода И масло Для Для Жарки Пишем Может Даже Рафинированное Ну может даже Дезодорированное Да, я не знаю точно Так, очень-очень всего много Есть сковорода и масло для жарки Может даже рафинированное А ножичек для фокса после бульвара Есть? А нет, шприц после ножичка фокса и бульвара Так Масло, 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 сколько вы здесь? Сорок миллилитров Четыреста Четыреста Оставлю-ка тебя и здесь Хотя нет Красный инструмент Думаешь, надо обозначать? Думаю, не надо Свадьбы не будет Обозначать не надо Так, а револьверы Леварверы К револьверы я все забрал Так, ну что, пошли Слушай, зачем ты все наконечники взял? А фиклы знает Так, берез Давай напишем, что здесь берез 27 штук А ты брать не будешь? Да мне кажется, у меня берез нормально Одних Толико Толико Одних только берез 27 штук Запятая Карла Три восклицательных знака Четыре восклицательных знака А точно тут они есть 27 штук Карла Да Да Хорошо Так, надо что-то пожрать, Карл Пожрать Пожрать А что такое? 44 килограмма Угу 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 Ну пошли А ножовки нужны? Ой, три ножовки Ножовки три штуки Давай напишем, что здесь И топор Да вообще это не надо писать Что три ножовки Ладно, хорошо Без топора просто И еще три ножовки Три ножовки под окном Пряли поздно вечерком А где-то медведь-то у вас Дохлый, говорят, валяется Не знает, не видали Не слыхали Не пробегал Ворон, смотри, летают Да медведь слишком далеко, да? Где-то далеко валяется А медведь Ай, ладно Пошли Пошли мне все терпеть До загадочного озера Да там, наверное, еще В этом фермерском доме Валяется половина всего Ладно, пойдем Пойдем Хорошо, пойдем Пошли Пойдем Пошли Пошли Свежая дыхание Слушай, я по-моему Там дрыны какие-то Случайно собрал Три штуки Кролики Зашибу! В последнее время Кролики слабы Глазами стали Не только Мартышка в старости Глаза Слаба глазами стала Но еще и кролики Слушай, а тут же должен Лось пастись Где лось? Сколько вообще у нас Выстрелов? А почему сигнальный пистолет Здесь нет? А как это не отображается? А это что? А, сигнальный пистолет Так, продолжаем Сигнальный пистолет Ага Дурацкая привычка, да? Да, дурацкая привычка Наиграешься бывает В Counter Strike А потом хочешь нож взять Да, Валера? Чтоб бежать побыстрее Ага Хрен там плавал На спине по финскому заливу Нож взять Чтоб бежать побыстрее Никуда побыстрее не побежишь Помедленнее можно побежать Я там сегодня игрушку записал Там что-то Граница света Как там называется Где на этом экзоскелете Роботоподобном По планете гуляешь Ну какой-то космический фермер Но она сейчас там оформляется Уже скоро Вы сможете поглядеть Если заинтересует Можно поиграть Ничего так игрушка Прикольная Пока вроде там никого особо не надо Мочить никого не надо Не в сортире Не в сортире Так, бегом 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 Побежали Побежали Понесет Нас понесет Загадочное озеро Да Озеро 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 загадочной загадки Хорошо Озеро загадочное Тепло, блин Посмотри Плюс 8 градусов Плюс 8 градусов Палку собрал Без предпросмотра Да нельзя палки собирать Выкинь-ка Каку выкинь Я сказал Выкинь кому сказал Каку Понаберет всяких Как кули И несет их с собой Понимаешь ли В бункер будем залезать Ох, там в бункере Наверное, чего только нет Ну давай залезем Полюбуемся Так, это значит Мы с тобой в бледную бухту Пойдем, да? Да Заодно бункер Там уж не проверим Но у меня 4 бункера осталось Да? И из них 2 пульных 50 на 5 Нет, не 50 на 50 Как это 50 на 50? 50 на 50 Если всего 2 осталось Не 50 на 50 Ты прям как Остап Ибрагимович Ну да Он каждый стул Когда находил новый И говорил, что шансы Значит на удачу Все растут и растут Он правда не знал Что к стула того нету Удачного стула-то нет Остап Ибрагимович был не в курсе Но Я, во-первых, не Остап Ибрагимович А во-вторых Стул и стулья-то у нас точно есть Да, у нас немножко другая ситуация Стулья-то у нас есть Стулья-то у нас есть Стулья-то у нас есть точно Мы это знаем Что 2 бункера набиты битком Всяким барахлом Барахляндии всякой Так, как Так, Александр, давай-ка закусим пирогом Давай закусим пирогом Закусил? Угу Вот ты смотри, как сразу Что-то в глазах-то Что-то в глазах такая Лёгкость приятная Образовалась Уверенные поступки Конечно, в таких самоплясах Уверенный посыпь Что это за звон такой странный? Что это за джинглбеллс такой? Цок-цок-цок-цок-цок-цок Что за цок-цок такой? Так, назад Радуилыч Какая-то подстава Что у тебя нарисовано там на подошвах Опять лажа какая-то Я понимаю, ты тут ни при чем О! О-о-о-о Тут на отсеке уже Смотри, Ольга уже из бункера Все просто верхом прет Просто верхом прет все из бункера Но так ты напихал Так И есть лампа у нас Суперлампа имеется Опа-на, тут волки убитые сушеные Кому волки убитые сушеные? Я не знаю, кому волки убитые Может кому убитые сушеные? А кому и не убитые И не сушеные Так, смотри Березы, березы, березы Берем березы Слушай, ну тут они конечно останутся Ни туда, ни сюда Сказал он и забрал Мда Марья Ивана Ну что их тут бросать Что же они тут Ладно, мы сейчас чем съедим Чем Чтобы облегчиться, да Чтобы облегчиться, надо съесть 390 граммов Муку Нет, муку я съесть не могу Можно, конечно, выпить вот этого Оно весит 300 грамм А можно вообще не выпить Слушай, я вот это Ладно Пошли Я вот это Ладно, пошли Так а что, можно же с небольшим перевесом Перемещаться Ну, кстати, да Я Я Можно Ну и перемещаюсь Ну и перемещаюсь Давненько, кстати, что-то волочков я не стрелял У меня, кстати, вообще спальник есть? Есть Вообще, смотри Смотри-ка, есть Если пойдем в бредную бухту Туда надо тогда будет брать Гильзы Банки То, что нужно для изготовления пороха Да? Глянь, куропатки гуляют Как у себя дома Так, на чем мы тут остановились? А то мне товарищ Хворь в законе звонил Просил навести порядок в телеграм-чате Ну, я сделал Теперь туда нельзя просто отступить Теперь надо Получать одобрение на вступление А то, значит, всякие ПИИ Всякие ПИИ Значит, как это сказать-то ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ Нет, не ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПИДО... Ну, в общем, всякие ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ Приспособления приходят И забивают голову Какой-то заработок предлагают Какой заработок? Заработок Это же наверняка товарищи Сэпсошники На них похоже Похоже на них Хохлофушисты, короче Когда же их всех... Ох! Когда же им всем, как говорится, козью рожи-то Сделают? На тебе! Когда им вот так вот всем сделают, а? Когда им уже вот так всем сделают? Сделают! Я знаю, что сделают Сделают Уже многим вот так вот сделали И еще потом тоже всем остальными сделают Как говорится, скок веревочки Не явится, а яйца-то всем поотрываем Правильно, правильно, правильно Правильно, правильно Так Кар, кар Тут еще медведь это ходит И я знаю I know I don't... Нет, не I don't know А просто I know О, смотри, вон еще волк ходит Пошли пристрелим Ой, ну пошли пристрелим А был я здесь? Греб не в этом? Ну, скорее всего, был Хотя я не знаю Давай сейчас зайдем А, наглядно Новое место Ну, я, может, просто сюда не доходил Смотри, здесь два волка Два волка Р-р-р-р-р-р-р-р Ух ты! Как стыгашно Стыгашно-то как Пополнение Застреленных волков Пополняется Происходит пополнение Пополнение застрелянных волков. Сколько же я их настрелял-то? Так, настрелял я их убитых волков. 152. Всего-то 152. Мало. Маловато будет. А тебе сколько надо? Погоди. Ну, ладно. Поздно. Я уже набрал. Все, я уже набрал. Да, конечно. Тебе все пригодится. Тебе что, не дай? Тебе все пригодится. Значит, в подвале я не был. Значит, не был. Ну, а что там в подвале интересного будет? Фундамент, 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 фундамент. Так. Наскать холодильник. Ладно, давай мы сейчас съедим. Ты-то глянь, тут олинь. Ну, олинь, да, возьмем, чтобы волков побольше прибегало. То есть, ты просто посмотреть решил, что там есть. Ну, да. Глянь, тут две коробки и спичек. Куртка зам... Это топор лежит. Ты глянь. Куртка замшевая тоже три. Так, ладно. Теперь мы съедаем вот это супербанку. Вот, ты смотри, как хорошо зашла. Теперь съедаем супергазировку. Килограмм про горько. Про горько и ленины. Ладно, пошли. Пошли привлекать волков. Слушай, какой волк приувлекательный. Так, а здесь у нас... Шприц. Шприц заберем. Ой, не хочу все это уже брать. Уже дявать некуда. Уже дявать некуда. Так, теперь надо как-то спуститься и не поломать руки. А может быть ноги? А может быть и ноги. А может быть и то, и другое. Ой, сейчас кто-то будет ломать. Ты куда полез, Шурик? Опять мне хоть не туда понесло. А, хотя погоди. Хотя погоди. Ну, можно кошки попробовать нацепить. Может поможет. У меня глянь, какие ботинки. Горнолыжные ботинки. А они должны не давать никаких вывихов ножных. Ну, ты глянь, какие ботинки. В таких ботинках вообще ничего не должно. Вывихиваться. Вывихиваться. Да, вывихиваться. Так. Значит, приду в Бледную Бухту. Возьму револьвер, значит. Куплю машину с магнитофоном. Костюм с отливом пошью. И в Ялту. А, погоди. Не, не тот. Это не тот текст. Не, 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 не тот текст. Текст не тот. Ладно. Будем собирать кору. Так на кой она нужна? Куда ее складывать? Зачем? Что-то как-то опять тихо. Что-то такое. Это, наверное, все-таки старость и глухота какая. Да. Старая глухота. Глухота старости. На что жалуюсь? Да и острая глухота старой старости. Это ты в кошках бежишь. А, в кошках бегут. Что-то я думаю, еле-еле душа в теле. А я же в кошках бегу. А, надо пешком пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Так. Автоходьбу давай включим. Ах, ходьба моя, ходьба. Ходьба. Ах, ходьба моя, автоходьба. Слушай, а что он мне пишет, что мне Сергей Валерьевич оставил сообщение? Я же отвечал на его звонок. Что, он потом еще раз позвонил? Да и вроде нет. Странно. Странно. Так. Идем, 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 идем. Скоро придем. Не, не скоро придем. Скоро придем и только с тобой в фермерский дом. А потом нам еще с тобой после фермерского дома идти. Чертикудой. До загадочного озера. Слушай, а трос я привязывал вниз? Я не помню, но вообще... Не помнишь, да? Ну, я пока не буду его, что ли, таскать или сразу. А может, я его там уже бросал? А может, он на краску сменил, как говорил Жеглов? Да не помню я. Ладно. Сбегаешь туда-обратно. Пулей. Рысью. Ладно, пулей, рысью. Рысеобразной пулью я туда-сюда. Пэм-пэм. Вот так вот. Пэм-пэм. Пэм-пэм. И что такое? Это быстро. Раз, два. Три-четыре. Три-четыре. Раз, два. Три-четыре. Дважды-два. Уза ужасно просто измеряются. Удавы пятью. Пять любого. Сейчас волки придут. Возраст. И возраста, и роста. Так, волки, иди сюда. Сюда. Эй ты, волчина. Ну, тут же вас должно быть много. Блин, ни одного нету. Ну, что мне? Специально мясо, что ли, набрать? Да где его взять, если волка ни одного нету? Вон, вижу одного. А сейчас вон того, у кокошу и мясо с него заберу. А. Ну, тогда ладно, пошли пока хотя бы вес, я не знаю, там, скинем лишний. Лишний вес хотя бы скинем. Ну, да. Похудеем. 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 А, вот, смотри, мясо валяется. Ага. Сейчас мы решим вопрос. Сейчас порешаем усы вопросы. Усы правильно, граждане. Только документы треба носить с собой. Так, документы. Документы. Глянь, а от ружья вообще патронов нету. Так, это все в коллекцию. Это все из роли. Это роль ругательная, я понял. Фига ты набрал. А сам в шокинге. В шокинге. Сам в шокинге. Не, ну так уже получше будет. Ну, получше, да? Полтора килограмма мундрагоры. Лучше не бывает. Это точно, как говорил Федор Иваныч. Поговорю, он Иваныч был? Сухов. Да вроде Иваныч. Так, вроде, да вроде, вроде, вроде. Так, а что мне такого закусить, закусить, закусить? Так ты же уже закусил. А, закусил уже, да? Ну, запах все равно одна волна. И опять одна волна. И опять одна волна. Старанно. Так, а что тогда их набирать? Что так, одна волна, что так, одна волна. Ну, волк один. И даже я, наверное, думаю, когда я к нему подойду, он испугается и убежит. Почему-то мне так... Почему-то у меня есть такие подозрительные подозрения, что он убежит, когда он меня поближе увидит. Перелет. Перелет. Волк, иди сюда. Эй, ты волчина. Она ковпитак. Куда тут стрела поролетела? Вот она, она. Так, ну давай с волка тогда снимаем шерсть. Понимаешь, на носу шерсть. На носу снимаем с него. Ох ты, какой он тяжелый. А что такой тяжелый, слышь? Дядя. Что-то тяжелый такой. Ну, про обещанные дополняют разработчиков даже говорить не буду, потому что это как-то уже даже неприлично, что-то там вспоминать о каком-то... Ох ты, нифига себе. Каком-то дополнении. Что о нем вспоминать-то? Я только по следам могу найти свой дом. Точнее, это не мой дом. Ну, чей это дом? Ну, какое дополнение, Шурик, ну действительно. Какое дополнение? Скоро апрель уже начнет кончаться. Уже 20 число апреля. А этот клон фашистско-пидористический. Нет, неправильно. Фашистско-пидорский. Прости господи. Причем это не ругательство. Это его, как бы, ну состояние, что ли. Души и тела. Кого я называю таким, на первый взгляд, неприглядным именем? Да не, оно к нему очень подходит. Рафаэль Иван Леяропович. Создатель компании Хинтерлэнд. Вау! Вау! Сколько тут всего, Ольга! Я же это все не унесу. И биться сердце пересатало. Имею я золотые горы. И есть, что есть, и есть, что пить. Но крашу, крашу я заборы. Чтоб то унеяться мне прослыть. Так. Как говорил Шарапов, папаша, можно я поем немного, но твоё изобилие после тюремных харчей смотреть больно. Да. Очень больно. Очень больно. Значит, тогда придется спать. Ну да, смотреть больно, будем спать. Я даже не знаю, чего я отсюда буду, какую еду забирать. Ну ты можешь хоть всю забрать. Не, хоть всю я хрен донесу. Мы хоть всю и не дойдем. Мне что, только часть. О! Сиянка. Не хочешь пойти выйти, поискать эти пип-пип-пип? А пошли, кстати. А тебя же, это, искусают. Кто? Кто меня искусает? Кто меня искусает? Я сам кого хочешь искусаю. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Я помню, чем все кончилось в прошлый раз, когда вы в Сияне ходили. Как вы сами всех искусали, я видел. Ладно. Главное, не ссади держаться кучкой. Пошли сходим. Че ты сразу? Че ты сразу начинаешь? Пошли, давай, доставай свою эту рацию. Детектор этот свой. Пип-пип. Он не пип-пип, он челк-челк. Челк-челк. Можно, конечно, медведя зеленого встретить. Тебя там встретит зелененький медведь. Но насчет медведя зелененького не знаю. А вот волка зелененького уже повстречали. А он почему-то включил заднюю передачу. А ты бы хотел, чтобы он переднюю включил. Нет, ну с передней было бы как-то посерьезнее. Че ж он заднюю включил? Вот там еще справа слышу типы. О, смотри. Так. Бежим, бежим, бежим. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, мой зеленый друг. Так. Зеленый друг отъехал. Все, что ли? Предварительно все. Хорошо. Ой, а где ж тут эти закопанные, понимаешь ли, фляги? Кто его знает? Я думаю, что помню. Я их тут искал особо. Их сколько вообще? Три штуки? Нет, сигнал отслеживать рано. Ты радиопередиратчики еще не починил. Да, да, да. А, погоди. Так тогда и это, наверное, не будет искаться. А, точно. Их же они не будут искаться. Ты же не чинил передатчики. А, хотя погоди. Тебе погоди. Я чинил передатчик в отродной долине. Ну, в отродке-то должно. Вот тогда искаться. А, ну да, в отродке ты чинил. Вон там у тебя галк стоит. Ну, стоит, да. Ну, ладно. А может, я уже и фляги искал? А на карте что-нибудь отображено? Ага. Отображено тут на карте. Так, а фляги, по-моему, когда находишь, они не зарисовываются. Да? Самому, может, надо их зарисовывать. А может, все-таки все передатчики окрестные надо починить? Ну, может быть, я не знаю. Звук какой-то странный. Помех. Белого шума, что называется. Да что-то, ну ладно, пошли, короче. Я не знаю, куда за ними идти. Только сейчас время будет терять, а потом мне еще кто-нибудь отгрызет что-нибудь. Пошли еще спать и утром. И утром пойдем в другую сторону. Так, ну где-то волков я слышу поблизости опять. Вот, вон впереди. А, вон зелененькое мелькает. Не, сигналка не надо. А, ну он, как всегда, заклинивший, смотри. Он дернуться не может. Это обычное их состояние. Ты слышишь, как он лайф? Это одно из условий сияния. Перелет. Попал. Но не убил. Это плохо. Стрелу мою унесет, сволочь такая. А мы можем за ним погнаться. Ага, ты где? Куда гнаться, ты его видишь? Не, я уже не вижу. Вот только следы кровавые вижу. А куда сама, сволочь, делась? Я не вижу. Вон она, сволочь, носится. Да, догонишь его. Ты, гля, скорость какая. Ля, скорость какая. О-о-о. Слушай. Турбореактивный какой-то товарищ волк. С такой скоростью несется. Вообще, уже по идее, где-то дохлым должен валяться после таких скоростей. У него все процессы жизненные должны идти быстро. Попровожаем папу. Он подстрелил волка. Сейчас, прикинь, запускается бугорок. Да, там 7 волков стоит зеленых. Он меня типа развел и вывел к ним. Что-то я звук какой-то слышал опять. Так, куда тут этот кровавый тип свалил? Тип кровавый. Странно, что его не убило, да? Что он выжил после такого попадания. Меня точно к своим заманивает. Точно заманивает. О, сдох где-то рядом. Угу. Далеко не ушел. А если у него еще раз стрельну? Вдруг он встанет? Не, не встанет. Жаль. Жаль, что не встанет. Я про волка, если что, Сергей Валерьевич. Ха-ха-ха. Если что, я про убитого шурмовика. Так, а что у нас тут под луной, под сиянием? Гуляет ли кто-нибудь нынче? Ага, вон гуляет еще один типок. Он такой же... У него такой же заклин Кеннеди произошел. А, нет. Его отпустил им. Ой, там еще один сзади идет. Ой, ты уже так близко. Ох ты ж. Погоди, а почему у меня топора нету? Я топор там свой оставил. Ай-яй-яй, я без топора. И оперный театр. Я ж без топора. Так, о, ты на коньках, что ли, едешь? Давай. Слушай, а я без топора, оказывается. Прикинь, товарищ ворок. У меня топора, оказывается, нету. Ага, ножовка. Я что, даже не поглядел. Ножовка у меня здесь лежит. Так, это, оказывается... А я думаю, что-то там топор на кровати лежит. Это, оказывается, топор-то был Редуилыча. Ред, да ладно, найдем мой топор. Ну, хватит, это сталкер. Что-то тут топоров этих, я не знаю, на каждом шагу. Ну, не на каждом, прям уж. Прям уж на каждом. На каждом. Что возьмет берета в пачку? Там удадим топор на каждом шагу. Так, ладно, пошли назад. Ну, их этих волков. Их сколько ни стреляй, ни хрен кончится. Это точно. Вот и я о том же. А зачем я вообще ходил на волчью гору? Да незачем. Но в пепелку за сумкой. А на волчью гору? Ну, точнее, за рюкзаком. А на волчью гору? А чё на волчью гору? А на волчью гору? А на волчью гору? А на волчью гору мне не нужно было вообще ходить. Где-то еще волк поблизости воет. А, где-то подвоевает. Воет какой-то маленький. Давай зарыжим его. О, погас. Глянь, погас вообще совсем погас, да? Так, ну, хотя бы волки все стали обыкновенными. Теперь. Ну, и медведь, конечно, тоже. Ого. Так, погас, погас. А надо глянуть, блин. Насколько сильно была съедена моя одежда. И сказал он так небрежно. Блин, 68 процентов. Это что, мой самоплеск так покусали? Так у них такая высокая защита. А их еще так и покусали. У них, смотри, 10 процентов защита. 10 процентов. А их еще так и покусали, а? Вот же ж мерзавец, а? Ах же ж ты ж, мерзавец. По девкам он туда-сюда шныряет без стыда. Мерзавец! Мерзавец! Так. Сейчас будем чинить. Сейчас чинить будем. Так. Ох, там сколько всего лежит. А чтобы нам такого закусить, кроме удилов? Кроме удилов, да, кроме удилов. Сейчас посмотрим, что тут кроме удилов у нас есть. А тут все продукты, да? Ну, почему? Вот это, допустим. А, ну вот. Эй, как их там зовут? Апельсиновые содоки. Содоки апельсиновые, да? Ну, ими, да, можно закусить. Закусить апельсиновыми. Апельсиновые содоки. Мясо сырое есть. Не хочешь им закусить? Не, как-то мясом сырым закусить я не хочу. Как-то я опасаюсь мясом закусывать. Так, ну и что у нас уже? Утро наступило, что ли? У нас, что ли, утро уже наступило? Что ли наступило? Так. Так, а есть чем подчинять? Есть. Сто процентов. И какую шкурка последняя. Так, что еще съели мне после этого столкновения? Щуки съели, наверное, штаны съели. Так, ну остальное пока потерпят. Перчатки, шлем. Ну, это тоже. Тепловой бонус. Сус 31. Ух ты ж, ерошки. Так, мы отсюда что-нибудь забираем. Ну, ты вообще грозился все забрать. Блин, забрать все? Давай термос уволокем. Нет, ну все это будет перебор. Да это понятно, что перебор. Сигналка заряжена? А как понять, что она заряжена? Не знаю. Как понять, что она заряжена? Заряжена, да. Ты глянь. Она до 40% у меня истрепалась. Та по ком же я так из нее гасил-то? Не помню. Да и понятно, что не помнишь. Так, мука. Мука. Картопель. Да ты все это фиг донесешь. Может здесь чуть-чуть оставишь? Чуть-чуть может оставлю. Ладно, вот это здесь оставлю. Какой ты добрый, а? Просто сама доброта. Погоди, сама доброта. Мне воды надо было взять. Конечно, доброта, но воды надо взять. Моя сама доброта. Сейчас попал зевом с барахлом со всем этим. Сколько воды осталось? Так, воды осталось. Так, я поломаю. Мне нужны стрелы. Будешь писать, что в фермерском доме много всего оставлено? Ну, это как бы само предполагает. Что писать-то, я не знаю. Что писать? Медчину вон консервированную убери. И консервированного. Сейчас мы мясо на улице пожрем, не переживай. Товарищ красноплотец, на улице есть мясо. Вот она, она. Так, я там все эти шкуры выложил, выложил. Вот она, на уличное мясо. Приготовленная волчатина. На уличное мясо или научное мясо? На уличное научное мясо. Звучит не очень. Ну, как есть. Сейчас мы как поползем, как поползем, Тухеви. Все только начинается. Какая еще Тухеви? Ты даже еще не взял половину нужных грузов. Вот теперь действительно Тухеви. 56 килограмм. Всем Тухевим, Тухевим. Ага, пока все ружья переберешь. Зато плюс 8, ты понимаешь, тепло. Вот автоходьбу включу пусть идет. Слушай, ты не подскажешь. Ага, что типа сказать. Да зачем ты несешь кусок оленинки? Нинки оленинки. Кому ты этот кусок несешь? Нинки оленинки? Ну просто зачем? Может его выкинуть от кусок? Все-таки цельный килограмм. Цельный килограмм? Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Может быть и выкинем. Может быть и выкинем. Так, погода ухудшается, да? Да, ухудшается погода. Ну, с другой стороны пока тепло. Те же плюс 8 градусов. Ну, единственное, что... Что видно сейчас все перестанет. Ну, ладно, давай зайдем в дом. Там мы, точнее, в амбар там перночуем. Да, давай. Ой-ой-ой-ой. Ну, отвратная, отвратная долина. Ну, да, да. Узнаю, узнаю отвратную долину. Узнаю. Узнаю ее прекрасную погоду. О, я здесь не был еще ни разу. А-а-а, я тут не был. А что мне сюда идти? Да понимаю. Да понимаю. Может, топорик где-нибудь лежит? Ну, тут может быть топорик, да. Нет, тут вот флакелы красные. Топорика даже нету. Удивительно, что топорика даже нету. Но метель так быстро может не кончиться. По-моему, она там сейчас метет. По-моему, да. Метет, метет, конечно. Что, не слышу, что ли? рамку рамку так вроде перестала фонарь нужен да блин мне не нужен но ты жули не хочу такой тяжелый я носить его буду тяжело меня будет так мискон бросить а мне пожалуйста скудный пирог из шиповника выдайте спасибо большое я головная боль от него началась он же скудный это боль сразу заболела 55 килограмм против 45 10-ти килограммовые перегрузы нормально в принципе ощутимо слушай ну на радиовышке я был она вроде починенная до отремонтируйте передачи квадратной долины вроде как галочка стоит значит чинил получается получается да наверное да потому что если бы не чинил то галочка бы не стояла получается что да хотя хоть еще только что только не бывает медведь еще бывает ведь бывает бывает медведь ладно чем полюбопытствуем кто здесь бывает а то волков у нас как-то убита немного до ней смотри 104 а убитых волков всего лишь 157 это как-то как-то маловато медведей вообще 8 несерьезно незваным гость у меня конечно медведей больше наверно за такое время убитых а может и нет просто там они нужны это еда на незваном гости и одежда ну или там ресурсы для ремонта на сталкере в принципе медведи на кайлят ну смотри тут как бы медведь живет он лишь лежат всякие там кости значит он сюда приходит от у него хата и он сюда хаживает но пока не видно но оттуда откуда может прийти где-то там он шляется паразит такой ну чё давай опять кошки нарядимся и бонусю верь бонусе уверенная после ну тогда что тогда сразу пытаемся выйти к пещере переходный да зачем мне туда на радиовышку что это мне видел и так он три револьвера с собой несу или 4 до вроде 3 и ружье одно так 3 револьвера и ружье как red battler в гражданскую войну уже приторговать можно да он вроде не оружием торговал да какая разница я буду оружием на диком западе будем барыжить револьверами сейчас через границ перейдем в техас зайдем далековато техас где-то там вдали далекий техас далековато конечно канада и техас да ну ничего ничего перейдем в границу с техасом из канады но про перед этим надо будет пройти через пол штаб пол штатов чтоб перейти границу с техасом но можно по воде по воде конечно долго на пароходах на всяких там понимаешь ну можно самолет еще можно главное не шибко бы промахнуться у это можно а это можно что можно ошибка промахнуться можно запах теперь нет волки и будут активно подгребать не будут не не будут будут не активно подгребать а чё там такое впереди то пень что ли цепень на вроде цепень так тут главное к пруду не выйти к философскому такими вот маневрами а то я вас знаю сейчас раз два и ты уже пруда не к пруду не надо головная боль прошла так если к пруду не надо от волчика вижу вроде он он пещерка ворву вроде вон туда мне волчика 1 видишь да вроде 1 волчика ты меня видишь но это какой глазастый ой какой глаза там еще один какой глазу вас ты увидел меня молодец так вон брательник из бригады иди сюда давай давай ух ты какой страшный вносяку получите и распишитесь так где еще на той стороне должны ходить там вот еще медведь может где-нибудь вот тут в этой стороне тоже иногда хаживает так волк по моему он далеко ну к этим я уж не пойду это слишком далеко можно опять автоходьбу активировать пока идем в сторону пещеры не знаю будем пещеры спать да зачем в этой нам на него это не надо на хребте как нам нужно пещеры на хребте там на горе на горе хребта не пойдем туда на горе крипто на горы на горе на горы не не надо переходную ныряй карту пещер он туда нырнул вот переходный давай ныряй а то три револьвера и ружу будут еще очень долго волочиться за тобой а револьвер у нас весит почем до кило 700 обычный 750 он стандартный револьвер кило 750 где он тут есть они полтора полтора из них у два револьвера трехом так а вот этот вот эти 850 причем при этого не заряжены кило 750 весит ружье 4 полтора плюс еще 1 из 7 то есть 3 4 7 и там 4 блин почти 9 килограмм только револьверы даже почти ну почти 10 с патронами на вся десятка ну да почти 10 килограмм весь патроны и оружие пашки 10 кг расколакались я уже сюда ходил поэтому просто вниз ну как мы будем с тобой поспевать пещериль пойдем просто сейчас вылезу там ночь будет ночь что-то гонять не охотно ночью надо спать не надо ночью шляться а можно вообще в принципе совсем совсем угомониться на сегодня так рано должен час прошел уже час прошел час 16 показывает понимаешь уже вот так вот быстро до время летит вот и вот так пришел но я далеко ушел от этого смотря все отврат от вратную долину уже пересек я уже из нее почти ушел а был то я где я был пьяна волчий горе в нордрых диспансере имени гаврилова гавриленко гаврилова так что нормально 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 ну набрал конечно я знатно барахла можно было бы волокушину собрать но не охот с ней возиться она не везде проедет ее разбирай собирай собирай разбирай складывай раскладывать туда-сюда надоест все это надоест не хочу лучше скажите я буду есть или чего я буду пить напить это совсем ничего да ты все эти выложил ну значит ты будешь пить чай вот этот а зеленый один кружкой то один кружкой то мало значит ты пойдешь вообще будущий будучи неопоенным неопоенным будущее пойду от жажды страдать предлагаете будучи неопоенным а новичка пыхтит как будто от жажды страдает будучи неопоенным так вот тут можно спуститься но тут главное не промахнуться так конечно костей не соберешь потом да но может быть такой конечно быть наверное так вот где-нибудь там соскользнешь из этой доски как я точно и все 42 и как это точно значит все значит все так а ты там череду нас кошка что ли идешь ладно давай вот так они какая разница разница особенькую нету так вот это вроде выход я плохо вижу да это выход здесь дядя должен лежать вот он дядя лежит тут еще может быть даже кролик туда-сюда бегает такой маленький такой но очень гордый кролик который упал пещера сверху потому что оторвался от коллектива коллектив пошел в одну сторону другую никакой страны ямка подошел краешку заглянул снег обвалился он как это точно и все теперь вот здесь валяется пещера а погоди пещера валяется туда-сюда валяется нет он не валяется он ходит он ходит а потом валяется периодически увольняется валяется на слушай тут придется время мотать да ты чё шумы есть будет есть там еще будем я пока не знаю ну ладно есть там эти найдем чё да и пить и пить найдем и есть найдем пить уже кончилось есть еще пока есть а это что такой свет сияние что ли да похоже на то уж не рассветал все мысли горит только едиоти еда а смотри какая еда жри правда воды вообще не добавила тогда добавит нам воды вот это тоже не очень ну насколько хватит я понял я понял бы хоть не нам ног суть по всему еда вода конь то есть вода кончилась утро наступила вода кончилась утро наступила игра не попить-то нечего не ну там можно перед войны они еды немного и они воды немного добавлять а чё он сказал скоро захочется пить ну пить не может захотеться скоро потому что пить уже вообще хочется очень сильно куда уж куда уж скорее так 95 процентов 0 процентов слушаю а тут 95 процент ланта до горючку потратим чтобы долго не чирикаться так отчетом у меня играет всего лишь пять палочек да с особо много воды если не приготовлю ну давай здесь вот так литрушку а здесь пола литрушку от к нет таблетка нет и таблетки брать не стал дает не беру потому что про них все время забывают что таскать собой если про них хрен помню если бы про них хоть помнила тоже их вообще не помню тут помню тут не помню ну чем них таскать но честное слово но мариван но вы граждане мозолики на чем них таскать с собой так сюда пол литра еще а то нас вода вода преждевременно закончилась весь этот груз весь этот груз вся эта влага уже на твоей голове приятель так ночью теперь воду выкидываем пожалуй да опять пожалуй да опана ты гля только что была погода хорошая фига кс туман какой-то нарисовался ох капец ох капец ох они чудят ох чудят как ясность резко сменилась на неясность ладно по моему наоборот погода улучшается ну да мишка какой-то намек на солнце до пола резкой смены погоды к улучшению а и такая народная примета да если вдруг резко выпал туман или что-то на него похоже это к тому что скоро будет ясно ну тут внизу у гс-картер может тоже пару волков у плотины так и дыкать но они там обычно кроликов гоняют жрут их там почему зря и все такое охотятся не короче на кроликов уж дюжа охочи они до кролок бегать только нельзя плохо что перевес а наверно что было меньше 55 килограмм тогда будешь бегать да наверно после пяти пяти когда перегруз 10 килограмм уже бегательные функции ура дуилыча начинают начинают стгадать паст паст гадывать это точно сильно паст гадывать кролик пашера и кролик басни такой да кролик и пещера она самая так мы будем считать что мы наверно на сегодня хор и думаю да думаю да потому что есть еще кое-какие делишки а а а и на огород на сегодня поеду хотел ехать поливать на чем там какие-то погоды даже дождик брызнул а сейчас что там вот там не очень ярко дык похудновато я вчера когда копал земельку она вот земель капрельская и накачь не такая как майского от майская через недельки 2 будет получше она какая-то важный прям достаточно сильный даже там где я не поливал так что и чеснок я тоже не буду поливать еще несколько дней я продумал лук посажены вчера палить ему вчера вы не поливали влажный холодная такая вот это же на взгляд холодная даже не пробовал но я и так знаю что на холодной чем землю никогда не копал я этой земли перекопал за свою жизнь он валер с валерычем с ленькой бахусом приедут я им покажу где я сейчас сижу но сергея валерича видел вот это же место где я сижу тут это все же выкопано мной вот эти метр где-то 70 метр 86 на 8 я лопатой копала так что земли я накопался но правда земля была хреновая ну как хреновая она тут уже копаная она почти почти целины здесь не было и в них хлама всякого мусора было до жопы спать горит не могу тогда придется сохраниться вот так ну в любом случае не только эту другую тоже доводилось копать так что на сегодня все продолжение в следующей серии завтра примерно проведение при поручаю воздеть мои заклинать стерегайся выходить на болот ночное время когда сил зла ластует безраздельно спасибо